Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами на канале Перехват Управления и у нас в гостях Владимир Николаевич Баглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте! Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, зрители и слушатели, желающие перехватить управление. Владимир Николаевич, начнем сегодня тему образования за день. Эта тема достаточно важная, потому что кто управляет страной, тот управляет детьми. Вернее, наоборот, кто управляет детьми, тот управляет страной. Кто учит детей, тот возьмет под управление страной. Правильно, вы все знаете. Владимир Николаевич, тогда получается высшее образование у нас. По итогу это совершенно не высшее образование, потому что, ну, разве можно его назвать высшим, когда высшая школа экономики та же самая просто морочит голову детям. Начальное образование, школьное образование, подготовка кадров, вот вы столкнулись с этим делом. Что вы можете сказать, как нам эту ситуацию можно исправить, если можно, конечно? Ну, эмоциональное начало. Давайте мы прагматично разложим все цинично, прагматично, по кубикам эту проблему. И не будем плакать над тем, что, в общем-то, плакать не в смысле, потому что, если не можешь на ситуацию изменить, надо ее к нам припринимать. Если можешь, изменяй. Согласен, что уровень образования категорически снизился, и профессора высших школ наших, инженерных в том числе, заявляют о просто уникальном падении подготовки абитуриентов, которые поступают на инженерные профессии. Жуткие недоборы даже на бюджетные места. Уровень баллов нижайший. Не может не возникать вопрос, каким образом дети, которые учатся 11 лет, вместо тех, которых мы учились 10, приходят поступать с кратно худшими знаниями, и что происходит, и кто это все сделал. Второй момент, если эмоции в сторону отложить, если на протяжении многих лет, а это уже на протяжении многих лет мы видим, снижение уровня подготовки просто даже абитуриентов, а система продолжает идти туда, куда двигалась, значит, это целевая установка системы. Так или иначе. Поэтому в плане образования, заказ на образование есть, в общем-то, у трех сил, по большому счету. Первая сила, которая должна организовать то или иное образование, это, собственно говоря, государство. Поэтому, когда, допустим, та же самая страна, Советский Союз, пытался заниматься индустриализацией, то заказ на образованные кадры, это был, прежде всего, их заказ и их потребность в кадрах. Поэтому все сделано было для того, чтобы максимально кроткие сроки подготовить максимально квалифицированные профессиональные рабочих, служащих и инженеров. Второе. В обществе капитализма заказчик на образование – это бизнес. Почему? Потому что, если вдруг государство для себя решило, что оно больше не собирается готовить инженеров, специалистов, кого-то там еще не собирается готовить, потому что по какому-то стечению обстоятельств у них нет в плане развиваться вообще, а бизнес, предположим, инженерный еще остался, промышленный, то даже если государство забило на все на это свой государственный, то бизнес не может этого сделать. И в этой ситуации у бизнеса так иначе появляется заказ на то или иное образование. И третий заказчик – это непосредственно семья того человека, того ребенка, который, в общем-то, должен получать то или иное образование. Причем именно семья, а не только ребенок. Почему? Потому что, по большому счету, я сразу скажу, я не верю в пенсию, и в ближайшее время люди начнут понимать, что единственная нормальная пенсия, которую, в общем-то, мы себе можем обеспечить – это ребенок, который в состоянии прокормить себя и своих старых родителей, так условно говоря. И для этого, для того, чтобы человек прожил свою жизнь более-менее в нормальных условиях состояния, он должен получить образование, которое позволит ему в обществе найти то место, которое, в общем-то, позволит поддержать, так сказать, свой уровень жизни на некотором уровне и, может быть, помочь родителям. Вот, собственно, три заказчика. Значит, исходя из того, что мы видим с точки зрения государства, кроме лозунгов ничего не происходит, поэтому я не вижу в мире все государства заказчика на образование. У бизнеса, безусловно, в российского такая потребность есть, но не в состоянии вкладываться в государственные программы, потому что перековка всего государственного образования с подготовкой кадров для всей промышленности страны, бизнес потянуть не может, особенно в России. Дело в том, что образование – это самый длительный инвестиционный проект. То есть, если самолет, производственная инвестиционная самолетов составляет полтора-два с половиной года, корабля – два с половиной-четыре года, то подготовка количественных кадров составляет больше пяти-семи лет. При наших финансов и денежных условиях, по большому счету, бизнес не в состоянии вкладываться в такого рода кадры. И, соответственно, все, что происходит в бизнесе – это перекупка оставшихся кадров на рынке друг у друга, повышая в случае дефицита цену на такого рода профессии. Скажем, например, у нас на заводе зарплата токаря-расточника за последний год выросла в четыре с половиной раза. Только за последний год. Ну, это говорит не о том, что рынок, он и есть рынок. Ну, и, наконец, теперь касается, собственно говоря, детей и взрослых. То есть, им надо принимать решение, по какому пути пойдет ребенок. И самая в этом вещь неприятная, что они же по-хорошему должны угадать. Почему? Потому что если они хотят попасть в те или иные тренды, в которых их дети будут долго встроены и получать разумный доход, они должны понимать, куда идет страна. То есть, если страна идет туда, значит, вот тайная профессия будет востребована долгое время, и человек, ребенок будет более-менее там себя хорошо кормить. Если сюда, то туда. И так дальше. Как вы помните, долгое время страна была уверена в том, что главное средство, которое обеспечит хорошую, бедную жизнь детей, это профессия юриста и бухгалтера, экономиста. Прошло некоторое время, и мы поняли, что в высшей школе экономики готовили не экономистов, а готовили офицеров для вражеской финансовой школы. И сегодня все посты по разрушению финансовой системы России заняты выпускниками высшей школы экономики, которые действительно за эту работу получают неплохой доход. Но с точки зрения того, что они делают полезное для страны дело, ну, наверное, здесь есть вопрос. И можно по этому поводу переживать, не переживать. Ну, в свое время по этому поводу переживал, вы знаете. И, учитывая опыт нашего предприятия, я напомню, что наш завод, по сути дела, это такой маленький партизанский отряд, который чуть ли не в злобном лесу организовался, и на старых площадях, от которых ничего не осталось, даже забора, но до звания завода осталось, мы, в общем-то, заново создавали то, что сейчас для дела есть. И мы пришли к интересному выводу. Что мы научились делать тем коллективом, который собрался в городе Череповце? Куда съехались ребята с Украины, с Белоруссии, с Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана, из России, Архангельска, Челябинск, Белгородская область, Косбас? Ну, это весь бывший Советский Союз и нынешняя Россия. У меня там первый зам был из Донецка, финансовый директор из Казани. Ну, то есть, весь комплект, как говорится. Это те, которые хотят работать? Нет, это те, которые... Работать хотят, наверное, так или иначе все. Это те, которые, в общем-то, на мой взгляд, искали место для самовыражения и самоутверждения в какой-то мере и не желали попадать под внешнюю пяту управления какого-то очень умного хозяина или директора, который им объяснит, как надо сделать правильно, и потом, когда сделают так, как объяснит директор или хозяин, а получится плохо, им объяснят, почему они совершенно не правы. Ну, я условно, конечно, говорю. Так или иначе, мы научились делать самое главное. Мы научились искать себе работу, мы научились создавать этот новый продукт, мы научились его продавать, мы научились находить деньги, привлекать под производство этого продукта и так дальше. И у меня возникла такая интересная мысль. В принципе, надо учиться не профессии как таковой, а, наверное, правильно пытаться учиться тому, чего научились мы. Независимо от того, какие планы на вас у государства или того или иного крупного холдинга, научиться самому себе создавать рабочее место, чтобы не зависеть от тех или иных, ну, скажем так, подвижек кого-то из великих, условно говоря. И эта идея привела к мысли, что неплохо бы на нашем заводе организовать социообразный образовательный кластер под названием машиностроительный экспериментальный полигон, через который пропускают дети, которые там так или иначе учатся в высших заведениях, чьи повреца, и в наших, по старому ПТУ, теперь как бы по-другому называлось. Поначалу этот проект неплохо пошел, то есть он был поддержан и городом, и областью, и родители неплохо к этому делу относились, естественно. Но так или иначе федеральный уровень, по сути дела, поставил пресс на этом проекте. То есть дело даже где-то уже через три года полигонов образовательных, которые дали такой хороший эффект, было уже не один машиностроительный, появились химические, технологические, строительные, пищевые. То есть эффект был очень серьезный. Это давало и достаточно интересный результат с точки зрения реальной подготовки. Но отнимало невероятное время и ресурс у предприятия, которое становилось базом для этого проекта. Поэтому мы обратились за помощью федералам, если это все-то надо, потому что если на нашем заводе работало 400 человек, а мы за год обучали 600, понятно, что нам столько не надо. То есть мы кому-то готовим как минимум 550 человек. Кому-то что для этого должно быть, если мы пускаем этих людей в свет. И логика была следующая. Вероятно, это же надо государству, тем более 2011 год, только что президент России в Санкт-Петербурге на форуме объяснил, как важно обеспечить дуальное образование, практика ориентированная, подготовку профессиональных кадров, и что государство это дело поддерживает. Ну, на том, значит, мы дошли вместе с областными властями до Минобора, где, в общем-то, мы поняли, что даже уровень директора департамента самого отсталого, вшивого, несчастного, не готов с нами на тему общаться. Правда, причина, потому что мы в это дело не вписывались. Поэтому проект, в общем-то, неплохой и заглох. И при этом, на самом деле, я продолжал наблюдать жесточайшую деградацию тех кадров, которые ко мне приходили. То есть я могу рассказать достаточно печальную историю, когда ко мне приехала девушка из Москвы, устраившаяся инженером-металлургом, закончила соответствующий металлургический институт в Москве, очень престижный, элитный, и в советские имена и сейчас, с большими баллами, и я ей задал вопрос, как металлургу, который имеет диплом инженера-металлурга, а чем отличаются стали от чугуна? То, что, в общем-то, в советское время знал, наверное, любой восьнеклассник, потому что мы это дело проходили не потому что металлургию, а потому что, в общем-то, это было некоторое базовое знание. Она сказала, что отличаются содержанием чугуна. Я говорю, а где больше чугуна? Она говорит, в стали, чем чугуне, углерода больше. Углерода больше стали, чем чугуне. Я говорю, понятно, а где та граница, до которой это еще сталь, а после которой уже чугун? Где граница по углероду? Она мне говорит, вот если больше 60% углерода, то это сталь, а если меньше, то чугун. После этого у меня как к металлургу вопросы пропали. Либо был другой случай, когда ко мне пришел устроился человек с дипломом инженера-электрика, в том числе имеющий опыт работы. Я попросил его написать закон ОМА. Инженер-электрик, кстати, с этой задачей не справился. Тоже для меня показатель. Значит, ребят, дело не в том, что вы с такого знания не поступили бы в советский вуз по определению вообще никак. Вы бы не сдали бы выпускные экзамены по физике с таким знанием. Ну, наш разговор, который мы с вами с ним записываем, это вы знаете, я сейчас приехал на форум «Армия-2023», тут был большой доклад у меня перед соответствующими интересантами, так скажем, правильно, и мне нужно было его закончить непосредственно уже вечером ночью перед выступлением. Я заселился в гостинице в центре Москвы «Пятизвездочную», и там, естественно, есть бизнес-центр. Я спокойно закончил работу, и мне нужно было на печать вывести то, что я написал, для того, чтобы был текст не только на мониторе, но и у меня в письменном виде. Ну, компьютер выдал информацию с принтера, что, к сожалению, печать невозможно, потому что закончился тонер. Никаких проблем, в стандартной ситуации я подошел на ресепшн, попросил девушку «Будьте добры, мне надо что-то сделать, не переживайте, сейчас мы вызовем нашего дежурного сервисного инженера, а он там все этот вопрос порешает». Не вопрос. Я захожу в бизнес-центр, жду инженера, приходит сервисный инженер, одет как инженер, бирки как инженер, все красиво, чувствуется, что гостиница «Пятьзвезд», никак не меньше, судя по одежде инженера и по мудрому взгляду. Что случилось? Я говорю, не могу распечатать. А почему? Закончился тонер. Чего закончилось? Тонер закончился. И что? Не могу распечатать. Почему? Тонер закончился. Какой тонер? Ну, в принтере. Что-то такое? Спрашивает меня сервисный инженер. Я говорю, ну, это расходник, краситель для печати. А, вы об этом имели в виду? Не знаю, чем вам помочь. Я сказал, смотрите на решетку. То есть, ребят, вот после этого слово сервисный инженер в моих глазах потуснило невероятно. Я пытаюсь понять. В центре Москвы человек с гордым именем сервисный инженер в пятизвездочном отеле не мог сообразить, про какой тонер я ему говорю. Потому, что дело не в том, что он не инженер. Он элементарных вещей про технику не знает по определению, которую он должен обслуживать. Поэтому уровень деградации продолжает падать. И, мне кажется, ощущение того, что родители не знают, как обеспечить будущее своих детей безопасное. Да, многие смотрят на ситуацию и видят, что так или иначе жизнь немножко жирнее, комфортнее, сытнее. В крупных городах, типа Москва и Санкт-Петербург. И в данной ситуации я их не виню, когда они, в общем-то, настаивают, чтобы дети приживались там. Но, с другой стороны, я понимаю следующее, что дети, которые так или иначе заезжают по этому принципу нынешнего хорошего кормления крупных городов, это, в общем-то, заложники любого странного явления, которое может появиться в нашем будущем. Просто потому, что риски того, что человек, который имеет, условно говоря, диплом, но не имеет навыков, это вообще говоря, он не то, что там родителей не прокормит, он себя не сможет прокормить. Вопрос, как только может продолжаться раздувание штата офисного плантона в Москве, я, допустим, сказать не могу. Честно скажу, что когда я приезжаю, прилетаю в Москву или Санкт-Петербург, я еду мимо новых строящихся огромных мегарайонов с тысячами квартир, у меня всегда возникает вопрос. Когда эти квартиры будут проданы, каждое утро люди из этих квартир должны ехать куда-то на работу, где-то работать для того, чтобы заработать деньги на ипотеку. Куда эти люди могут ехать, на какую работу, за которую они будут получать деньги за работу этой квартиры. И, честно говоря, с кем бы я на эту тему не общался, из разумных людей, а не пустобрехов, по большому счету, никто из них доброго ответа с будущими, хорошими перспективами для тех, кто сюда приезжает, дать не мог. Все понимали, что это, понимают, что это, в общем-то, билет один конец со всеми вытекающими. Ловушка. Да. Вопрос другой. Как долго она будет заполняться мышками и как быстро ее захлопнут, и столько времени после этого можно будет в этой ловушке просидеть. Поэтому я наблюдаю за тем, как, в общем-то, ведут поведение детей, которые сейчас вот в наших рабочих городах и их родителей. Вы знаете, есть другой опыт, я тоже приведу с завода ТАГС, многие все помнили, как в свое время мы пропустили через наш завод ребят, которые получили навыки, которые им сегодня позволяют, ну, немножко, так скажем так, лучше выглядеть на рынке труда со всеми вытекающими и для себя, и для семьи. И ко мне обратились по частной инициативе родители и дети лучшего лицея школы в ЧПРС. Это школа, которая входит в первую сотню школ по качеству образования в России с просьбой как бы посодействовать. У нас уже было создано, у нас есть взаимодействие с этим левсеем, мы там организовали свой компьютерный класс, там 3D-моделирование там определенно есть. И у меня родилась мысль, что какое-то небольшое количество ребят, ну, единицы, конечно, потому что это все-таки техника и так дальше, мы бы могли научить тому, чего надо, в общем-то, разнорабочие в плане инженерной темы. 3D-конструированию, 3D-моделированию, технологиям моделирования литерных процессов. Ну, почему бы нет? Оказалось, что ребята, которые проходят 9 класс, 10 класс, имеют действительно невероятно высокий уровень подготовки и, как говорится, ума и сообразительности, так я скажу аккуратно, да, и просто поражали своими возможностями набираться вот этих навыков. То есть месяц охватило на то, чтобы они просто штамповали чертежи в программах 3D-моделирования. А после этого наступила вот эта часть лета, и когда появилась возможность принимать ребят на работу по устройству несовершеннолетних, мы сделали эксперимент, и просто ребят приняли работать конструкторами на завод школьников 9-го и 10-го класса из этого лицея. Причем кто-то сам пошел, где-то родители, как говорится, простые тиристики, кто знали о том, что эта программа существует. Вы знаете, я скажу откровенно, они не только заработали денег на инженерной работе, которую я не могу поручить сегодня тем, кого выпускают в ВУЗы с дипломом конструктора, к сожалению, мы это уже проверили. Когда надо было ехать мне на армейский форум, они помогли мне сделать презентацию для нашей армии. И я скажу, то, что они нарисовали, это ребята очень креативные. Поэтому у меня сложилось впечатление, что все-таки так или иначе проекты, связанные с дуальным образованием, практико-ориентированным образованием, они так или иначе все равно создают тот маленький партизанский ручеек, который как бы ни шла деградация в принципе в стране, что бы там себе не вытворяли очередные проекты либерального разбазаривания интеллектуального ресурса страны, все равно вот этот момент и дети, и родители спинным мозгом ощущают, что в принципе повышает их шансы на выживание в ближайшем непредсказуемом будущем. И безусловно, я могу только так сказать, что я бы с удовольствием это дело бы развивал, но это отнимает достаточно серьезный ресурс, потому что это рабочие места, это не просто компьютеры, а компьютеры, ну, есть моменты. Поэтому вот здесь я прихожу все больше к мысли, что, к сожалению, в нашей стране по-прежнему спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и в принципе за наше самое будущее, кроме нас самих, по-моему, бороться некому. И вот теория и практика малых дел, то есть ждать, что кто-то за нас придет и сделает, я не верю, не будет этого, наши не придут, как говорится, мы и есть наши. Поэтому, если вы можете что-то сделать, если у вас есть ваши единомышленники, если которые разделяют ваше понимание рисков и возможностей, то не надо ждать, что за вас кто-то все это организует и сделает. Я не жду в этом плане помощи государства, никакого уровня ни городского, ни областного, ни федерального, не заточено на это наше государство при всех вызовах, которые сегодня перед нами стоят. Но если мы их ощущаем и мы понимаем, что эти вызовы стоят не только пред государством перед нами, наверное, соответствующую реакцию надо сделать. И да, я скажу откровенно, наверное, этот проект с точки зрения интереса для завода, он не составляет интереса, но, с другой стороны, это то мало. Если даже мы несколько человек в год будем готовить для этого уровня, то я абсолютно убежден, что у этих ребят, когда они, я надеюсь, получат в свое время инженерный диплом, они будут настоящие инженеры, которые с момента, даже не то, что в момент окончания вуза, они уже будут, они сейчас уже работают как инженеры, не хуже тех, кто выпускает после пятого курса. Поэтому, возможно, из этих ребят будет формироваться новая инженерная элита. И то, что это родилось, опять-таки, случайная тема в Череповце, я скажу откровенно, мы даже как бы не сильно к этому были готовы, это получилось просто на энтузиазме родителей, которые, ну, наверное, есть смысл масштабировать. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, что тот самый случай, когда теория малых дел, она показывает, что лучше сделать что-то маленькое, небольшое, но сделать самому, чем ждать, когда за тебя кто-то что-то решит и сделает. Не дождемся. Поэтому, если у кого-то есть возможность сделать в том или в другом направлении свое маленькое дело, надо его делать, пока не мере это повышает не только вашу живучесть как человека, как семьи, а если у нас таких будет много, то это повышает живучесть нашей страны. Ну, так что, на самом деле, это то, что я, в общем-то, призвал бы, у кого есть возможность и желание этим делом заниматься. – Владимир Николаевич, как раз хотелось спросить вас, что бы вы сказали родителям, потому что, к чему я? Потому что многие родители все-таки ориентированы на зарабатывание денег детьми. Вот, и отдают своих детей вот в такие вот вещи, как высшая школа экономики, у кого есть средства и возможности, ну, и так далее в этом плане. – Я вас перебью, Виктория, сразу, значит, перебью очень важное слово, вы сказали, которое, значит, есть ориентировка, значит, следующее, на что должны ориентироваться родители. Есть первый вариант – ориентироваться на получение денег побольше, и есть вторая ориентировка – ориентироваться на зарабатывание денег побольше. Это абсолютно разные вещи. Дело в том, что, когда мы называем что-то зарабатыванием в той же Москве, как правило, это не зарабатывание, а распределение и получение, потому что, еще раз, в Москве только 6% ВВП, не ВВП, а регионального валопродукта Москвы – это промышленная производство, все остальное так или иначе делены виды услуг. И, кстати, это не зарабатывание, это распределение кем-то заработанных денег, это разные вещи. Поэтому в ситуации, когда распределять будет меньше и нечего, сразу возникает вопрос, а что вы такого умеете делать, за что вам завтра начнут платить деньги те, которые от вас попросят степень распределения, а той или иной степени работы. Это первый момент. То есть, когда мне говорят, вот у вас, мы знаем, зашкаливали зарплаты у токарей, у родственников, 150 тысяч, 200 тысяч, мы бы тоже работали. Ребят, чтобы получить 200 тысяч на расточном станке, а то и больше, вы должны быть расточником шестого разряда, а не просто пожелание, что устал я там где-нибудь работать на 40 тысяч, я хочу 200, которые вы сейчас платите своим рабочим. Сделай то, что он может сделать, и ты получишь. Но ты же не сделаешь. А для того, чтобы сделать то, что он делает, ты должен быть в профессии как минимум 10-12 лет, это минимум. Поэтому вот они сейчас такие деньги получают. Но опять-таки это так, мы в сторону отходим. Еще раз, для родителей. Вадим Николаевич, секундочку, я еще договорю все-таки. Мы просто не учитываем здесь, и родители самое главное не учитывают. Это призвание. То есть, для чего ребенок родился все-таки? У него же есть какие-то предпочтения, желания. Когда человек делает труд в свое удовольствие, то он и приносит больше и КПД, и пользу, и результаты. Мне кажется, у любого ребенка, так или иначе, заложено желание не просто прожить свою жизнь в трудах, а прожить свою жизнь в творческих трудах. То есть, я вот работаю в городе, где есть два крупнейших международных холдинга. Это Северсталь и Фосагра. Это богатейшие компании международного класса, которые могут себе позволить практически любые доходы для своих работников. И поэтому конкурировать нашему маленькому машиностроительному заводу по предложению зарплаты и услуг для своих людей с возможностями, которые есть у этих холдингов, у меня просто никаких нет. И тем не менее, у нас штатные единицы заполнены. Завод сейчас работает без выходных, семь дней в неделю, четыре смены. Ни один цех не простаивает. Откуда и все это берется. Дело в том, что в больших компаниях человек превращается в маленькую шестеренку, где любое отклонение от показанного места приводит к разблансировке всего механизма. Поэтому любая инициатива на том или ином месте, она не просто непозволительна, она еще жестко наказуема. И да, там доходы выше, да, там корпоративные все дела, но вопрос творчества, принятия решения, там мягко скажем, с этим не все хорошо. Когда препятствие маленькое и когда на каждый чих не хватает количества отделов, то так или иначе руководителю приходится делегировать полномочия на то или иное управление, технологам, конструкторам, маркетологам, снабженцам и так дальше, по всей цепочке, в цехах. И получается, что на каждом месте, начиная с директора и кончая рабочего станка, есть свобода принятия личного управленческого решения, то есть того или иного варианта творчества, за которое многие люди готовы пожертвовать может быть какой-то частью того, что они могли бы получить в каком-нибудь холдинге, но взамен бесконечной преданности хозяину. Я так скажу аккуратно. У нас этой преданности как бы ни у кого нет, не мешая работать и все будет хорошо. Грубо говоря, вот это как бы такой принцип. То есть есть целевая задача, есть ресурс, который завод себе может позволить нам в этом направлении потратить, и если человек, который на это дело берется, группа людей, способный с этим ресурсом достигнуть этой задачи, туда лучше не лезть. Потому что знаешь, как сделать, сделай сам. Не знаешь, нет. Вот если он не справляется, тогда да. А если там справляется, не мешай. Поэтому вот эта возможность творчества, она привлекает не только наших местных теперь, потому что у нас уже нет проблем людей нанимать непосредственно живущих еще и попцы, еще раньше вообще не было невозможно, завод был практически полностью из приезжих со всех уголков. Теперь, как говорится, у нас больше половины специалистов, управленцев, это уже местные ребята, вполне себе сильные. То есть, но с другой стороны, и, как говорится, и детям здесь тоже по-своему интересно. Почему? Потому что вы правильно заметили, что ребенок ищет, он в поиске, и когда ему дают эту возможность искать. Мы ведь никого не заставляли. И дети сами приходили и говорили, а мы хотим попробовать поработать. Их родители не гнали палкой, идите летом вместо каникул на завод работать. Им самим интересно. Причем вот мой главный конструктор говорит, Владимир Клайдович, я не знаю, что делать, они за год нарисовали столько, у меня не план годовых чертежей нарисовали, я не знаю, чем ждать рисовать. Понимаете? То есть, если бы не было мотивации и энтузиазма, и тому хоть палкой бей, ничего с ними не сделай. Поэтому в данной ситуации мы никого ведь на поводке не ведем. И у меня такой вопрос возникает, как дальше, если я буду ставить следующие целевые установки. Но я как минимум думаю, что родители этих детей, которые прошли эту школу, на нас точно не в обиде. Спасибо, Владимир Николаевич. На этом все. На этом думаем. С нами был Владимир Николаевич Баглаев. На этом все. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok